Привет всем неравнодушным! К свободному искусству, инновациям и жизни в стиле Apple. Вы смотрите Hi-Tech News. Еженедельную информационно-развлекательную программу из мира гаджетов, интернета и технологий через призму самой фруктовой компании на планете. Ну что ж, меня зовут Сергей и сегодня в выпуске. Intel Mica. Новый конкурент золотой версии Apple Watch. iPad стал причиной эвакуации британского парламента. В сеть попали первые снимки нового флагмана компании Xiaomi под индексом Mi 5 и многое другое. Ну а далее в программе расскажу о том, как превратить свой iPhone или iPad в Ultimate девайс для чтения книг. А также поделюсь впечатлениями от мобильного воплощения Dota в лице игры Wayne Glory и переосмысленного почтового клиента Inbox. Ну а пожалуй на сладкое на этот раз оставлю обзор долгожданного Android 5.0 Lollipop. Погнали! К слову, не успели Apple Watch поступить в продажу, как на горизонте уже замаячили конкуренты. Так, например, новый носимый девайс от компании Intel в лице смарт-браслетом Mica призван выступить в качестве конкурента золотой версии Apple Watch Edition. Однако стоит отметить, что ориентировано устройство по большей части все-таки на женскую аудиторию. В оформлении браслета использовались змейная кожа, 18-каратное золото, жемчуг и обсидиан, а также сенсорный экран, покрытый износостойким сапфировым стеклом. Технологическая начинка устройства, разработанной компанией Intel, обещает до двух дней автономной работы браслета. И хотя это по-прежнему не так уж и много, но все же получше, чем у тех же Apple Watch. Стоимость новинки, кстати, составит 495 долларов с двухлетним контрактом AT&T. Ну а у нас все дешево и без контрактов, так что начинаем техно-новости за прошедшую неделю. Поехали! Испугались? Айпеда? Планшетный компьютер Apple стал причиной эвакуации британского парламента. Знатный переполох вызвал айпед, ненадолго оставленный без присмотра одним из британских чиновников на территории Вестминстерского двора. Как показало проведенное расследование, причиной всему стала излишняя бдительность одного из недавно нанятых сотрудников комплекса. Как написал в своем блоге депутат консервативной партии Ник Болтс, мой первый рабочий день в парламенте начался потрясающе. Нас всех эвакуировали из-за того, что службы безопасности испугались айпед. Одно из зданий, расположенных на территории комплекса, а также две прилегающие улицы, были спешно эвакуированы и отцеплены полицией, после того, как на территории правительственного комплекса был обнаружен бесхозный айпед, который в итоге, после проведенного осмотра, был признан неопасным устройством. К слову, к каким-то серьезным последствиям данный инцидент, к счастью, не привел. Ну, разве что за исключением пары сорванных встреч. Так что айпеды свои теперь бесхозными лучше не оставляйте, а то мало ли. Безрамочный смартфон китайской Apple засветился на шпионских снимках. В распоряжении издания Fon Arena попали фотографии нового смартфона Xiaomi, который вполне может оказаться ожидаемым флагманом Mi 5. Дизайн устройства в целом напоминает предыдущее поколение, однако на этот раз главной фишкой стали рамки по краям дисплея, заметно потерявшие в размерах и отныне едва различимые на экране. Судя по фотографиям еще не анонсированного устройства, гаджет получит 5-дюймовый дисплей и лишится сенсорных клавиш управления в пользу экранных кнопок. Под капотом смартфона скорее всего будет находиться процессор Qualcomm Snapdragon 805 и 3 гигабайта оперативной памяти. Ну и само собой разумеющаяся особенность флагманов этого года – дисплей с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Ну а о новостях на этом все, так что едем дальше. Современные мобильные гаджеты – это поистине супер многофункциональные устройства, которые благодаря своим широким возможностям способны частично, а порой полностью заменить вполне привычные в хозяйстве вещи, будь то, скажем, игровая консоль, телевизор или, например, обычная книга. Кстати говоря, именно на последнем пункте мне бы и хотелось остановиться более подробно. Уж не знаю, с чем конкретно это связано, но скачивание книг на мобильные iOS-девайсы сегодня остается большой проблемой для многих пользователей яблочных устройств. Хотя, казалось бы, ну куда уж проще. Вполне возможно, главным стоп-фактором в подобной ситуации является банальное отсутствие русскоязычного контента в официальном магазине iBook Store. Однако, поверьте, это не является проблемой в современных реалиях. И сейчас расскажу почему. Бесспорно стоит признать, что iPhone и уж тем более iPad являются прекрасными устройствами для чтения. Легкие, тонкие и удобные гаджеты во всех смыслах практичнее и интереснее пресловутых книг. Однако, для полноценного раскрытия их потенциала необходимо в первую очередь найти наиболее удобное приложение для чтения, ну и, само собой, научиться пополнять контентом свою виртуальную библиотеку. Однако, обо всем по порядку. Начну с приложений. Бесспорно лучшим решением сегодня, в силу отсутствия достойных конкурентов, по-прежнему остается фирменная читалка Apple iBooks. Приложение совмещает в себе все необходимое для удобного и комфортного чтения, будь то красивый, минималистичный интерфейс, а также множество дополнительных функций, включающих в свой состав возможности настройки темы и размера шрифта, цвета страницы, добавление заметок к тексту или закладок в произведении, а также удобной навигации между его главами или частями. Ну а теперь о том, как скачивать книги на свои iOS-устройства. Пускай нынешний iBook Store язык едва ли поворачивается назвать нормальным источником, но все же это далеко не единственная библиотека в современном интернете. Все, что от вас потребуется для скачивания книг, это лишь впить название интересующего произведения в поиск и совершенно бесплатно скачать его с любого доступного сайта в формате ePub. Например, на FlayBoost данный алгоритм выглядит примерно так. Находим книгу, выбираем нужный формат из списка доступных, и после недолгого скачивания нажимаем «Открыть в iBooks». Все, книга добавлена в вашу библиотеку, можно спокойно приступать к чтению. Бесспорно, одной из самых ожидаемых моба-игр этой осени на платформе iOS по праву является Wayne Glory. К слову, именно этот проект в свое время демонстрировался на презентации iPhone 6 в качестве примера потенциальных игровых возможностей платформы и, в частности, вышеупомянутого смартфона. Бесспорно, столь мощная пиар-поддержка сыграла на руку разработчикам, но вот решить, стоит ли игра свеч и уделенного ей внимания, разберемся прямо сейчас. По своей сути, Wayne Glory представляет собой попытку создания мобильного аналога легендарной дота или другой популярной мобо-игры для современных мобильных устройств. К слову, начать разговор о данном проекте предлагаю с графики, ведь популярность данной игры по большей части именно ее заслуга. Стоит признать, что внешне Wayne Glory исполнено поистине здорово. Глаз игрока порадует красивый детализированный мир, изобилие симпатичных эффектов и проработанные модели персонажей. Все это здесь отполировано настолько здорово, что порой просто сомневаешься, а действительно ли в твоих руках находится мобильный гаджет. Стоит упомянуть и о том, что особые красоты игрового мира открываются и у стратегически важных точек на карте, когда герой уходит с основной тропы, пробираясь в самые скрытые закоулки и, между тем, любуясь огромным количеством объектов, тут и там разбросанных по локации. Очевидно, что по части графики разработчики справились действительно на ура, и хотя в дрожь от увиденного, конечно, не бросает, но осознание всего происходящего на вашем мобильном гаджете определенно внушает уважение к проделанной работе. Но вот по части геймплея скажу следующее. Данные составляющие игры едва ли удивят закоренелых фанатов моба, ибо действие здесь разворачивается по вполне привычной и знакомой схеме. Тут вам две команды противников по обе стороны карты, хорошо укрепленные и защищенные базы, а также толпы второстепенных персонажей, управляемых игроками или непосредственно компьютером. Все основные сражения происходят, как это обычно и бывает, в центре карты. Основной целью выступают задачи по уничтожению войск противника и последующего разрушения его базы. В целом, игровой процесс действительно доставляет удовольствие, ведь для победы предстоит не только координировать действия героев, но и попутно копить золото, убивая нейтральных персонажей, и заодно затариваться различными предметами в местном магазине. Подводя итог, скажу, что главным минусом игры Wayne Glory лично мне показались уж больно долгие многопользовательские схватки, длительность которых нередко переваливает за 20 минут. В остальном же игра является вполне перспективным проектом, который при должной поддержке со стороны разработчиков вполне сможет составить добротную конкуренцию нынешним Heroes of Order and Chaos и Fates Forever, а то и вовсе станет лучшим мобопроектом на мобильных платформах. В App Store игра распространяется абсолютно бесплатно, так что рекомендую ее к установке всем фанатам жанра. Да, и в принципе не только. Для большинства современных людей электронная почта является бесспорно очень важным рабочим инструментом, который при всем при этом по сути-то не так уж и сильно эволюционировал в плане удобства использования еще с момента своего появления. Обыкновенная лента с кучей непрочитанных писем, которые как снег на голову каждый день сваливаются в ящик, это то, с чем сегодня сталкивается, ну, едва ли не каждый пользователь. В общем, как ни крути, а на мой взгляд, уж пришло время что-то поменять. И одно классное приложение, о котором пойдет речь в сегодняшнем обзоре, позволит с легкостью это сделать. Встречайте, Inbox от Google. По своей сути, данное приложение представляет собой мультиплатформенный почтовый клиент для смартфонов на iOS и Android, выполненный в виде своеобразного туду-планировщика. Правды ради стоит сказать, что Inbox стал не первым опытом реализации подобной идеи, однако именно компания Google смогла преподнести ее пользователям в наиболее удобном и правильном ключе, к которому, как ни крути, но все же придется привыкнуть. Начнем с того, что лента в привычном понимании этого слова в приложении попросту отсутствует. Отныне это группы четко рассортированных писем по отдельным временным промежуткам, начиная с последних пары дней и заканчивая прошлым месяцем. Список всех писем в каждой отдельной группе распределен по отдельным категориям, будь то промо-акции или социальные сети, что позволяет в более быстром формате ориентироваться между входящими и прочитанными сообщениями. Ну и, пожалуй, главная фишка клиента – поддержка различных жестов. Например, свайпом вправо помечаем сообщения как прочитанные, ведем по экрану влево и добавляем период отсрочки. Удобно? По мне – да. К слову, все входящие сообщения приложение распределяет по группам, изначально в него добавленным. Однако, если вам вдруг нужна своя категория писем, то добавить ее не составит никакого труда. В остальном, функции приложения Inbox сходны с другими почтовыми клиентами. Но вот что все-таки хочется отметить отдельно – это дизайн. Приложение выполнено в стиле Material Design, который сегодня является визитной карточкой Android 5.0 и, как ни странно, прекрасно смотрится на устройствах конкурирующей платформы. Скачать данный почтовый клиент можно в магазинах Google Play и App Store совершенно бесплатно. Однако для доступа к его функциям пока требуется специальное приглашение, найти которое можно на просторах интернета. Вопрос, с которым компания Google лицом к лицу столкнулась пару лет назад, заключался в следующем. Можно ли создать систему с красивым дизайном до того, как Apple сумеет развить направление своих интернет-сервисов? Это, безусловно, очень важно, ведь данные параметры определяют наше цифровое будущее. Ну и что ж, пришло время взглянуть на результат проделанной работы Android 5.0, господа. Пожалуй, одним из самых заметных нововведений Android Lollipop стало полное переосмысление дизайна. Появление единого стиля, совместившего элементы плоского интерфейса в совокупности с подобиемского морфизма, отныне визитная карточка системы Android, причем, стоит признать, весьма красивая. Однако еще одной важной составляющей нового стиля Material Design стали анимации. Красивые, интуитивные и простые для понимания пользователя. Изменилось здесь без малого все, начиная с клавиатуры или дизайна иконок и заканчивая меню приложений. Теперь оно напоминает папку, в которой встроенными рядами на белой подложке расположились иконки приложений. Они, кстати, по-прежнему общего стиля не имеют. Квадратные, круглые, большие, маленькие, в общем, все как всегда. Само собой, нельзя не уделить внимания и новым органам управления системой. Любоваться теперь будем на простейший треугольник, кружок и квадрат. Но не дизайном единым. Говоря о новых функциях леденца, стоит упомянуть и о появлении интерактивных уведомлений на экране блокировки, а-ля iOS, правда с несколько более широкой функциональностью. А также продвинутые шторки, отныне совмещенные с панелью быстрых настроек. Однако спорной показалась многозадачность. Выполненная в виде отдельных карточек, совмещенных с вкладками Google Chrome, она порой превращается в кашу из запущенных приложений и страниц браузера. Хотя, возможно, стоит просто подольше с ней поработать, или вернуть все к прежнему виду с помощью настроек. Благо, такая возможность имеется. И еще пара слов о локскрине. Теперь для разблокировки телефона достаточно просто потянуть вверх. Камеры отныне активируются свайпом справа налево, а телефон, соответственно, наоборот, причем в сопутствии красивой анимации. Классной также показалась и функция булавки, которая позволяет заблокировать телефон в определенном приложении, что бывает весьма удобно, если вы кому-то отдаете смартфон и не желаете лишних путешествий по содержимому его приложений. Сама концепция системы Android 5.0 осталась прежней. Рабочий стол с иконками и виджетами, слева Google Now, причем перерисованный в стиле нового Android, ну и в остальном все, в принципе, по-старому. Правда, в новом ярком и красивом облике. Ну что ж, а на этом все. С вами была еженедельная программа из мира высоких технологий Hi-Tech News. Напомню, зовут меня Сергей, и прежде чем попрощаться, скажу лишь, что свои отзывы, комментарии и пожелания к программе вы можете оставлять на сайте телекомпании Город. Кстати, именно там вы также сможете проголосовать за наш проект. Ну а вот теперь уж точно, до скорого, пока!